Несколько лет назад мы с коллегами-антропологами ездили в экспедицию, и поскольку нас интересовали традиции, традиционная культура, мы специально выбрали отдаленный регион. Это была далекая деревня в Бразилии, где живет племя индейцев, которые ведут натуральное хозяйство, подсечно-огневое выращивают маниок, ловят рыбу, по-прежнему живут в жилищах с земляным полом, где есть очаг, и мы туда поехали снимать праздник, это сезонный праздник, который длится 10 дней. И, наверное, самое главное, что меня поразило, когда я туда приехала, это то, что я увидела там спутниковую тарелку, и у этого племени есть интернет. То есть до нашего приезда за пару лет была другая экспедиция, интернета не было. Мы приехали, интернет уже был. И то, что мы могли наблюдать, мы видели профили этих людей в социальных сетях. Это очень прекрасно, потому что мы с тех пор дружим, поддерживаем контакт, поздравляем друг друга с днем рождения. Они что-то пишут, мы что-то пишем, и это прекрасно. Но это было совершенно удивительно, потому что это был радикальный контраст между образом жизни и тем, что мы сами подразумеваем под технологиями. И чтобы подчеркнуть этот контраст, я сегодня принесла вот такую штуку, которую я держу с самого начала. Вот это — это единственный элемент гардероба женской одежды. Если мы говорим про традиционную одежду, то вот это всё. К этому полагаются бусы сверху, это завязывается на поясе впереди. И когда мы видим традиционный праздник, то мы видим, что все мужчины и женщины одеты в традиционную одежду, их тела украшены. И, собственно, все и молодёжь, и пожилые, старейшины и дети, они все в этом участвуют. И очень приятно видеть, как старшее поколение передаёт эту традицию, раскрашивая малышей. И одновременно с этим мы видим, что в повседневной жизни старшее поколение продолжает пользоваться традиционной одежды или вообще ходит голыми, а молодёжь потихонечку одевается. То есть видно даже вот на поколениях, которые мы можем видеть, приехав туда. То есть это занимает всего несколько лет. Но недавно мы увидели ещё одно изменение, потому что в социальных сетях наши индейцы, которые любят праздновать, они любят выкладывать свои фотографии с праздников. И они выкладывали их как есть некоторое время. А сейчас можно заметить, что они начали их ретушировать. Возможно, это политика социальных сетей, возможно, что-то ещё. Но мы видим кардинальные изменения, когда люди буквально вот от этого переходят к одежде, а потом переходят к самоцензуре в цифровом пространстве. И это настолько колоссальное изменение, которое происходит всего за несколько лет, что это просто удивительно. Поэтому я хотела привести вам такой пример, который меня удивил и потряс. С другой стороны, нам может показаться, что всё это как бы нас не касается, что это действительно традиционное общество, которое резко погрузилось в технологии, и мы не такие. Не совсем так, потому что мы точно так же постоянно адаптируемся к новым технологиям. И так было всегда, потому что технологии не обязательно информационные, технологии могут быть разные. Но в чём есть разница? Потому что технологии сейчас, они развиваются очень быстро и сменяют одну другую, потому что сначала у нас есть интернет и компьютер, потом у нас появились гаджеты, потом у нас будет дополненная реальность, виртуальная реальность нейроинтерфейса. И это происходит постоянно. И мы постоянно адаптируемся и постоянно вынуждены жить с этим. И если бы я выступала на научной конференции, то сейчас я бы рассказывала теории, исследования, цитировала бы своих коллег, потому что, ну, вы знаете, что современная наука — это такой карлик на плечах великана. И мы все занимаемся своим каким-то небольшим кусочком, глубоко в него погружаемся, но при этом великана мы себе тоже представляем. И поскольку TED — это другой формат, то сегодня я вам хочу рассказать скорее про свой опыт. И здесь я выделила две темы, которые мне лично за то время, когда я погружена в эту тему, показались наиболее интересными. Первая тема — это то, как выглядит наше тело в интернете, как мы там представлены. А вторая тема — что происходит с нашим физическим телом здесь и сейчас, когда мы в интернете. Две темы. И я начну с первой. Вот это я в интернете. Приятно познакомиться. То есть, как мы видим, не только индейцы себя ретушируют, хотя, в общем, тут ретушь — это скорее хороший фотограф и немножко макияжа, но меня на этом снимке не узнала мама. Вот мама здесь сидит, она, в общем, может подтвердить этот факт. Конечно, это фото с Фейсбука, да, то есть это, ну, понятно, что это не мой профиль, это просто одна из фотографий, и я могу быть разная, там, много разных моих фотографий. Но что я этим хочу сказать, да, что мы точно так же, у нас появляются новые возможности, когда мы можем дополнительно не только, ну, грубо говоря, не только... Мы можем изобретать, мы можем видоизменяться, мы можем... у нас простор для фантазии появляется. И есть еще у этого эффекта обратная сторона, потому что не только это, ну, как бы это... Не только мы это контролируем, потому что есть другие люди, которые... Ну, не обязательно наши друзья, там, наша семья, но есть, допустим, фотографии из сегодняшнего мероприятия, которые будут выложены. И сейчас мы понимаем, что камеры есть практически во всех общественных местах, да, и вот этот вот поток информации, визуальной информации о нас, он нарастает. И здесь есть несколько важных таких чувствительных проблем, что, во-первых, мы не все привыкли к нашему внешнему образу, потому что мы видим себя изнутри, мы видим себя в зеркало, но мы не видим себя со стороны. И когда мы видим вот этот вот поток совершенно разных изображений нас, то очень мало людей на самом деле привыкли к нему. На самом деле они, ну, как бы и мы, мы все, можно сказать, мы себе сами странны в интернете, так часто бывает. Мы себе нравимся, мы себе не нравимся, мы на это достаточно, ну, как бы, ярко реагируем. И может показаться, что это женская тема, что это Кардашьян до, Кардашьян после, на самом деле нет, потому что если вы погуглите Илон Маск до, Илон Маск после, или там Павел Дуров до, Павел Дуров после, то это такая всеобщая тема. И дело касается не только в физическом нашем воплощении, но также с кем мы были, где мы были, что мы делали. Все, что попадает в интернет, оно там остается. Мы не знаем, навсегда это будет или не навсегда, но сейчас мы понимаем, что то, что попало в интернет, оно там остается, и мы уже не можем это контролировать. И поэтому вопрос о том, что наше тело делает в интернете, это важный вопрос, он чувствительный вопрос, потому что наше цифровое тело, оно как бы наше, оно остается нашим. Но это больше не только тело, это еще и информация, которую мы не контролируем. Поэтому я вот прошу вас, призываю подумать об этом, это интересная тема. Вторая тема, которая касается того, а что наше тело чувствует, когда мы в интернете. И, возможно, это даже еще более важно, потому что здесь есть несколько аспектов. Первое — это то, что мы на самом деле не всегда осознаем, а что оно там делает. Ну, в минимальной степени, конечно, бывает, что и осознаем. Например, когда мы пошли проверить почту, а потом оказывается, что мы потерялись на три часа и не помним, где мы провели это время. Но эту проблему нельзя решить легко, потому что это не касается одного приложения, это не касается какой-то одной платформы, это не касается даже просто интернет-опыта. Много технологий, в которые мы попадаем таким образом. И поэтому здесь большую роль играет наше осознание того, где мы сейчас. И это непосредственное восприятие того, где мы сейчас, является определяющим, и оно важно. Еще один аспект, который важен, помимо того, что мы просто не замечаем этого, то, что мы можем не справляться с этим, потому что это такой поток информации, к которому наш телесно-сенсорный опыт оказывается не готов, потому что человеческая эволюция — это вещь достаточно длительная, и она занимает время. И, как говорят биологи и нейробиологи, мы не успеваем. И поэтому есть несколько разных способов и стратегий о том, как можно помочь своей эволюции самостоятельно. Можно это решить технологически с помощью тех же самых нейроинтерфейсов или каких-то еще прослоек технологических, которые будут помогать нам адаптироваться к постоянно изменяющейся среде. Потому что система очень сложная, и сложность нарастает, скорость изменения нарастает, и мы просто захлебываемся в информации, в стимулах. И, безусловно, здесь можно по-разному решать эту проблему. Ее можно решать, объединяясь технологиями, каким-то образом настраивая свою комфортную жизнь с этими технологиями. Можно решать, как вы знаете, есть отдельные темы медиа-аскетизма, то есть избегание. Это может быть какой-то баланс. Но не думать об этом мы больше не можем, потому что не справляется это не только наш ум, мы не справляемся всем нашим организмом, потому что мы проживаем телом, мы испытываем эмоции, мы не просто думаем о чем-то, мы живем своим телом. И поэтому важен вопрос, а что можно сделать с этим конкретно? Потому что если мы не справляемся, а нам это очень нужно, потому что от этого зависит наше качество жизни, что мы можем делать? Здесь есть несколько направлений. Внешняя поддержка — это понятно, потому что есть компании, есть появляющиеся новые индустрии, которые призваны решать эту задачу. И это будет только развиваться, это направление. И это прекрасно, что у нас это есть. Есть ученые, которые занимаются этой проблематикой. И тоже я могу сказать из своего профессионального поля, что количество этих исследований растет. Может быть, в нашей стране не так сильно, но в мировом масштабе это то, куда сейчас устремлен фокус внимания. Потому что это очень важная, актуальная проблема. Но здесь я хотела привести, процитировать Далай-Ламу, который сказал, а где же нам взять 7 миллиардов психоаналитиков? Но это невозможно. Мы не можем, чтобы каждую нашу проблему кто-то решал. И поэтому очень важно взять ответственность за свою трансформацию на себя и посильно помочь своей эволюции. И эта перспектива мне нравится, потому что та наша внутренняя позиция о том, что мы воспринимаем свой опыт и в интернете, и не в интернете, и все сочетание реальностей, любых воображаемых, технологических, виртуальных, актуальных, мы это воспринимаем через свое тело. И это та позиция, из которой можем действовать только мы сами. Только мы ее можем видеть. Больше никто, потому что ученые ее не увидят. Технологическая компания не снимет об этом следы. Точнее как, частично эта информация может прослеживаться, но всей полнотой опыта обладаем только мы. И это очень важно, потому что, зная этот опыт, мы можем его видоизменять. И останавливаться, думать, а что мы делаем, что наше тело чувствует. Очень важно. И здесь можно наблюдать. Главный такой метод — наблюдать. У антропологов есть специальный такой термин, называется включенное наблюдение. Это, собственно, то самое. Но антрополог, он едет куда-то, антропологи называют это в поле, и он изучает других. Он приезжает, осваивается, наблюдает, беседует, погружается, изучает. Мы сами себе другие в этом плане, мы мало себя знаем, но мы точно так же можем наблюдать себя, весь свой телесно-сенсорный опыт. И это стоит того, потому что это то, как мы можем меняться. Потому что наверняка многие здесь читали книжку Каннемана про две системы, два типа систем. Первая — это автоматическая система, бей или беги, а вторая — это медленная система, которая позволяет нам рефлексировать, то есть остановиться, подумать. И это то, что позволяет нам сознательно меняться. Это очень важно, но это очень трудно. Поэтому, когда я думаю про свой собственный опыт, я понимаю, насколько это трудно. То есть за то время, которое я этим занимаюсь, безусловно, я максимально стараюсь вовлекаться, наблюдать, но это получается с трудом. Поэтому я использую в том числе разные технологические способы. Например, я ограничила свое время в интернете, я ограничила свое время в социальных сетях, я использую различные фильтры, у меня стоят сложные фильтры в почте, опять же, в социальных сетях. Но наблюдение все равно остается главным, потому что то, как я себя чувствую, общаясь с кем-то, то, как я себя чувствую после, это то, на что имеет смысл обращать внимание. Потому что нам кажется, что где-то есть виртуальная реальность, а где-то вот наша реальность такая. Это, в общем, не совсем так, потому что у нас один ресурс. Подумайте об этом. У нас один ресурс для этого. У нас одно внимание, у нас одно время, которое утекает. У нас нет двух времен, и нет времени на понарошку, и нет времени на жизнь, которую мы считаем настоящей. Это все одно время, которое уходит. И у нас одно тело. Это то же самое тело, которое все это воспринимает. И, конечно, восприятие в виртуальной реальности, допустим, в интернете, то, как мы ощущаем эмоции, это несколько иное, чем мы, допустим, чувствуем друг друга в непосредственном контакте. И поэтому какие-то вещи в интернете нам кажутся более ценными, какие-то, наоборот, обесцениваются, и это очень индивидуально. И это то, что стоит наблюдать и замечать по себе, но тут появляется очень важная переменная как раз про других, потому что нам кажется, может казаться, что сеть — это такая матрица, где мы живые, настоящие, а все остальное — такое виртуальная матрица. Но и придет, не знаю, судный день, или придет искусственный интеллект, и, значит, нас поработит. Но на самом деле, конечно, есть и боты, и искусственный интеллект, и все остальное, безусловно, есть в интернете, и даже есть специальная теория по этому поводу, про технологического другого. Но мы все равно по большей части продолжаем общаться с живыми людьми, просто мы это делаем опосредованно. И наше общение, оно точно так же важно, потому что на другом конце, ну не знаю, на другом конце интерфейса, на другом конце провода виртуального тоже человек, который чувствует. То есть мы чувствуем свой опыт, и точно так же другой человек чувствует опыт. И в этом есть наша большая ответственность о том, что мы делаем, что мы пишем. И поэтому я хочу закончить свое выступление цитатой Ганди, что если вы хотите изменений, то сами станьте этими изменениями. И в том, что касается тела, это очень буквально. Мы живем этим телом, мы можем изменять свой опыт, мы можем сделать свою жизнь комфортнее, но точно так же важно заботиться о других. И быть внимательнее и к себе, к своему опыту, и добрее, и внимательнее к другим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.